И сегодня хочу вам рассказать об ETL процессах и о том, какие там особенности есть, которые связаны именно с тестированием. Мне кажется, для многих, может быть, тема немножко незнакомая, да, то есть, хотелось бы понять, кто, может, работал или знает, да, как-то сталкивался из аудитории с ETL процессами. Ну да, немного. То есть, для кого, да, это презентация, что вы получите? То есть, можете спросить, а зачем оно мне надо, да? Зачем я тут докладываю? Для тех, кто уже, да, работал с ETL процессами, может подчеркнуть что-то новое, возможно, какие-то новые техники в тестировании. Для тех, кто еще не тестировал, да, возможно, откроет для себя новую какую-то область. То есть, это не мейнстрим, как, например, десктоп, да, или веб-приложение сейчас, или мобайл, да, такой мейнстрим, который, ну, на каждом углу, да, встречается. То есть, есть мини-популярные, скажем так, области программного обеспечения, да, например, тоже встроенное ПО. Так вот, ETL процессы где-то посерединке так находятся. Кроме того, некоторые вещи, которые я расскажу вот в докладе, в принципе, можно применять и не для ETL процессов, да, для каких-то других программ, которые обрабатывают в каком-то виде данные. Последние два с половиной года работаю в компании Luxoft, помимо своих основных обязанностей, да, которые касаются тестирования, преподаю в учебном центре. На момент подготовки еще этой презентации, доклада работал в подразделении банка UBS инвестиционного. Просто проект уже, как бы, доведен до логического конца, был передан на саппорт в Индию. И сейчас я вот совсем недавно перешел в новое такое подразделение CT Group. Немножко расскажу о проекте, о чем проект. То есть, это платформа, которая занимается сбором и распространением данных для, вернее, акциях, которые на биржах торгуются, да, для различных систем банки, трейдинга, это трейдинговые роботы разные, которые совершают сделки без участия людей. То есть, пользуются свыше 50 систем различных банки этими данными. То есть, критичность, да, качество данных очень высокое. Для того, чтобы было понимание, немножко представление, да, об объемах данных, такой пример расскажу просто. Вот если взять, допустим, какую-то валюту, да, мира, можно для него выделить какой-то набор атрибутов, да, допустим, кто там, ну, какие номиналы есть, да, когда выпущено, кто изображен на портрете и так далее. Ну, то есть, десяток, может, наберется, может, два. Так вот, когда мы говорим о каких-то акциях, то там для них существует больше, чем 350, в нашем конкретном случае, различных бизнес-атрибутов, которые каким-то образом каждый высчитывается, получается. Кроме этого, существуют свои собственные, да, атрибуты, которые пользуются, ну, которыми мы сами пользуемся для каких-то наших целей. Они бизнесу не нужны, но, тем не менее, их нужно как-то поддерживать. Соответственно, компаний в мире много, их миллионы, да, каждая акция выпускает, то есть, объемы данных очень большие. Это основной набор технологий, которые используются на проекте. Отдельное внимание хочу уделить вот такому инструменту, как информатика Power Center. Это специальный тул для разработки именно ETL-части. Также используется отдельный планировщик заданий, который управляет различными ETL-процессами, загрузкой файлов и так далее. Сразу хочу извиниться за использование определенных англицизмов в докладе, просто на данный момент еще славянский язык не могут полноценно передать, перевести некоторые термины, которые используются, но я постараюсь объяснять это, чтобы было всем понятно. Итак, что же такое ETL? Если буквально расшифровать, да, то это просто аббревиатура от английских трех слов Extract Transform Load, за которыми стоит извлечение данных из каких-то различных источников, их какое-то преобразование, очистка, фильтрация, вычисление новых каких-то значений из набора существующих данных и загрузка по каким-то хранилищам данных, по другим системам или преобразование просто в другие, могут быть и файловые форматы. Где это используются? То есть понятно, что на более-менее крупных разных предприятиях, организациях есть очень много различных систем, которые каждый несет определенную бизнес-ценность, да, и в итоге надо составлять какие-то отчеты, делать анализы и так далее по многим из них. Делать это непосредственно в системе, да, которая в продакшене, это нехороший подход, то есть дополнительные нагрузки какие-то, да, для этого существует такое понятие, как ETL, которое собирает из различных источников данные, как-то их преобразовывает и потом уже это все из хранилища данных использовать для нужных целей. Как это все работает? То есть в первую очередь мы извлекаем данные, да, это могут быть файлы различные, текстовые, да, форматы, XML подобные. Это могут быть совсем другие системы, да, то есть напрямую, допустим, connection, то есть подсоединение к базе данных, в том числе получая информацию из веб-сервисов и еще есть такая технология распространения данных, как Java Message Service, входит в состав платформы Java Enterprise Edition. Мы это тоже все используем. Соответственно, на этом этапе проверяется загрузка файлов, да, очередность заданий, то есть бывает такое, что надо подождать, допустим, чтобы несколько файлов загрузилось и потом вместе их обработать или использовать, допустим, для расшифровки, то есть один файл содержит данные, другой там зашифрованные какие-то комбинации, с помощью которых можно первое расшифровать. Обработка исключений в случае, допустим, недоступности файла, да, или невалидности, например, если копируется файл по протоколам SCP или FTP, да, файла нету, мы точно понимаем, что его нету. В случае же, если это веб, да, то есть протокол HTTP, то в любом случае мы получаем, например, код ответа 404, да, ошибку, которая, в принципе, имеет, ну да, файл определенную длину, это не 0 байт, соответственно, надо исключить возможность партинга некорректных файлов, да. После того, как это все распарчивалось, да, начинается какой-то первый этап. Самый простой, да, скажем так, трансформация, которой на самом деле нет, это просто перенос данных из одного источника в другой. То есть на что обращать внимание? Это просто, чтобы то, что мы переносим, да, могло бы поместиться туда, куда мы переносим. То есть обращаем внимание на длину полей, точность цифр, если это числовые форматы. Конвертация типов, да, следующий этап. Вот, например, мало кому известно, что в мире, в принципе, существует три различных разделителя целой и дробной части, да, то есть практически все мы знаем точку и запятую, да, вот в арабских каких странах есть такой отдельный знак, указан его код, называется moma.yo или moma.ye, кому как удобно, да. То есть вот можно натыкнуться на такую проблему, когда у нас вроде число, да, но почему-то происходит ошибка при попытке его как-то дальше обработать. Касается этой текстовых данных, да, когда мы даты какие-то, допустим, получили в тексте, надо преобразовать в тип date, да, возможны, может, разные форматы входящих данных. Следующий тип трансформации – это декодирование. Что за этим стоит? Например, вычисление, допустим, кода валюты по ее буквенному, да, обозначению. Или наоборот. Или вычисление страны, зная валюту. То есть существуют определенные справочники, куда заносятся данные, там, пара, да, значения, входящие и исходящие. Соответственно, используется вот такой тип для преобразования. Также есть создание, да, вычисление каких-то новых значений. Например, вот такими вот способами можно понять, какое минимально необходимое должно быть precision и scale, да. Что такое precision scale для числовых типов? Это количество цифр, которые, в принципе, могут существовать. И scale – это количество цифр именно после запятой. То есть вот таким вот, в принципе, оно выглядит, может, странно, то есть большим, таким устрашающим, но на самом деле это естественно все. Кроме этого, есть преобразование, когда, например, на вход поставляется, там, не знаю, пара каких-то дат, пара цифр, какие-то флаги, yes, no. Из этого всего набора данных надо на выходе посчитать просто yes или no, то есть булевое значение, да. В таких случаях приходится применять постоянно таблицу принятия решений, для того чтобы покрыть все возможные комбинации и их проверить. Еще один тип преобразования – это конкатенация, да. То есть, в принципе, она применяется для любых объектов, которые имеют линейную структуру. То есть можно сказать, что конкатенация, то есть может быть применена, например, для аудиофайлов, да. То есть одна аудиодорожка, вторая их сконкатенировали. В случае ETL, да, это, как правило, какие-то строковые данные. То есть нужно обращать внимание на то, какие данные могут быть пустые, да, как оно себя будет вести в случае, если у нас операнды какие-то отсутствуют, или, может быть, отсутствуют все операнды, приведет ли это к какому-то сбою при дальнейшей обработке. Разделение, да, или парсинг данных. То есть противоположная операция к конкатенации. Например, если у нас в какой-то системе, допустим, записано имя и фамилия просто через запятую, да, имя, запятая, фамилия такая-то. Надо разделить это все по отдельным двум полям. Соответственно, мы знаем правило, что после запятой и пробела начинается уже новое слово. Но есть всякие нюансы, да, например, как парсить символы, которые являются разделителями. Вот был интересный случай у нас. Есть такой формат электронных данных, называется Edifact. Разработан компанией, не компанией, а организацией ООН. И представляет собой такую иерархоподобную структуру, что-то типа XML, а просто более компактную. И одним из разделителей там был апостров. И баг был в том, что название компаний типа L'Oreal, в которых присутствует апостров, да, наш парсер обрабатывал неправильно. То есть пришлось узнавать, каким образом это обработать. Фильтры, да, еще одно преобразование, которое из какой-то большой такой выборки данных выбирает еще более-меншую. В принципе, фильтром, да, можно назвать какую-то бизнес-логику, которая накладывает ограничения на данные или какие-то операции. Соответственно, то же самое можно применить, это не только в ETL. Для этого используется минимальное, да, необходимое и достаточное покрытие. Это одна из whitebox-техник, называется decision-condition coverage. Что за ним стоит? В принципе, в любое условие какое-то ограничение можно визуально, да, мысленно представить в виде такого псевдокода. И вот что-то выполняется, тогда вот это мы делаем. Соответственно, вот в этом, в IF, у нас может быть несколько различных условий. То есть, в целом, решение выполняется, да, но на его общее решение влияет несколько условий. Так вот, вот эта техника decision-condition coverage, она нам гарантирует, что, во-первых, решение будет и выполнено, и не выполнено. И при этом каждое условие будет принимать значение как true, так и false. Похожий тип преобразования называется роутеры. Это не те роутеры, которые мы с вами используем для доступа к интернету, да, и Wi-Fi. Что стоит за дата роутером? Это просто набор независимых фильтров, которые работают параллельно. То есть, на вход поступает одна и та же информация, да, и она по разным веткам просто одновременно, как бы, разбегается. Соответственно, для каждой ветки вот такой в дата роутере надо применять те же правила, что и для тестирования отдельного фильтра. Просто они все работают параллельно. Еще один тип преобразования – это конвертация структуры данных. То есть, имеется в виду, в принципе, она вот для данных, да, каких-то финансовых и прочих, может быть либо линейная, либо иерархическая. Имеется в виду форматы типа XML или де-факто, да, то есть, если мы преобразовываем из плоской, скажем так, структуры в иерархическую, надо проверять правильность выбора вот этих группирующих атрибутов, да, правильность наследования, если преобразуем из, например, XML просто в колонки отдельные. Наследование вот этих свойств всех. Теперь требования, да, как понять, как написать то, что хочет бизнес, да, как должны данные обрабатываться, откуда поступать. Первое – это, как бы, составляющая, да, требования к ETL-ю. Это mapping rules. Это английское слово map. То есть, это документ определенный, обычно выглядит в виде либо таблицы, либо диаграммы, который показывает нам, да, и отвечает на вопросы, что мы будем парсить, да, какие данные, из каких источников, как мы это будем делать, то есть, какие правила, там, допустим, фильтрации, преобразования и так далее применяются к этим данным, и куда это все будет залито. То есть, если удобно очень в табличке представить, если у нас есть несколько колонок, да, то есть, какое поле, откуда, да, куда и как, допустим, текстом описали, что вот такие-то, такие-то преобразования должны выполняться. Потом это все уже реализуется в виде определенного кода. Следующий этап, когда мы знаем уже, что мы будем переносить, да, куда, нам надо каким-то образом определить одни и те же данные в разных источниках. Это называется matching, по-другому еще linkage, да, то есть, линкование, связка данных по каким-то признакам. Есть несколько подходов, да, как это все реализовать, найти одни и те же данные в разных источниках, то есть, они являются просто одним целым, но разбиты по различным хранилищам, базам и так далее. Первое, что надо сделать, это привестись к какому-то стандартному виду, да, то есть, если мы говорим, например, о строке, которая содержит имя и фамилию, там будет написано, допустим, Сергей Сташенко, да, и другая строка, в которой написано Сташенко Сергей, то это две разные строки, и так просто смачить это все нельзя. Соответственно, нам нужно отдельно разбить по колонкам, да, нормализировать эти данные, и только потом уже сравнивать каждую колонку, ну, с соответствующей. Есть другой подход, называется детерминированная связка, когда мы выделяем какое-то поле или небольшой набор полей, которые в сумме дают уникальность какого-то объекта, какой-то сущности. Например, для какого-то жителя, да, планеты, уникальным атрибутом таким, да, может быть его налоговый, например, номер. То есть нет двух разных людей с одинаковым налоговым номером. Соответственно, по вот этому номеру можно точно смачить информацию об одном и том же человеке в различных источниках. Есть еще, то есть на проекте применяется именно детерминированная связка, потому что у каждой акции есть ее уникальные международные различные атрибуты, ну, или связка нескольких атрибутов. Есть еще вероятностная связка. В чем смысл? Что мы определяем набор полей, используем для каждого вот этого поля степень его влияния, степень влияния, да, на вот этот матчинг. То есть с какой вероятностью можно сказать, что если два поля совпадают, то это остальные данные части одного и целого. На примере вот этих двух картинок, да, можно задачу поставить следующим образом. У нас есть вот две картинки, да, с попугаем. Как сказать это, как определить? Это один и тот же попугай или все-таки разные, да? То есть надо отдельно выделить какие-то элементы, там цвет, допустим, крыла, размер глаз, форма клюва и так далее. Но даже это не всегда может стопроцентно помочь нам сказать, что это действительно один и тот же попугай. Пример просто из жизни, где, то есть как объяснить вот эти правила матчинга, это, например, поиск носков большой кучи. Мы находим один какой-то носочек, да, смотрим, ага, надо найти ему вторую половинку. То есть начинаем перебирать. Если на носке у нас есть уникальный такой вышитый какой-то робик и так далее, то это будет пример детерминированной связки. Если же у нас просто два черных носка, мы пытаемся их найти, да, то начинается вероятностная связка. Например, насколько он растянут, насколько он застиран и так далее. И последний этап это merging rules. От английского слова merge сливаться, да, то есть как именно нам объединить новые входящие данные с существующим, да. Может нам надо что-то их, то есть те, что есть удалить, перезаписать новыми. Или где-то добавить, а где-то создать новую запись. Или просто что-то инактивировать, или удалить. Допустим, приходит список каких-то запрещенных для торгов акций, да. Есть список разрешенных, и из этого списка надо удалить. Теперь по тестированию. Расскажу сначала о таких вещах, как аномалии, да. Если кто сдавал сертификацию ISTQB, должен помнить такой термин, да. То есть аномалия в контексте тестирования – это просто различие между полученным, да, и ожидаемым результатом. То есть самая популярная аномалия в ITL – это просто пустое значение. Причины какие? Неправильный маппинг, то есть поле пошло, которое нам надо куда-то, не туда, или вообще не пошло. Неправильный матчинг, то есть смачивалась входящая запись, или не смачивалась вообще, или не смачивалась не из той, которая нам нужна. Длина полей, да. В принципе, это можно визуально, там, если сделать select какой-то, например, из базы, вот просто проскролить, сразу видно, где там какие-то, если у нас строка в среднем должна быть, допустим, 7 символов, да, у нас где-то появляется на 25, то явно что-то не так, возможно, запарсилось, да, то есть мы, например, 3 колонки из файла цепили в одну и записали в какое-то поле в базе. Еще интересная штука – это цикличная смена данных. Если у нас есть хранение, скажем так, определенных данных за период, то, возможно, ситуация, что ETL-процесс будет время от времени выбирать старые данные, потом новые, потом снова старые, потом новые. То есть отсутствует какая-то выборка, которая учитывает время, или недостаточно четкие указаны правила матчинга, например, если мы используем просто там для определения более новой записи, допустим, дату, то понятно, что 31 декабря и, не так, 30 декабря и 31 октября, октябрь, хоть и был раньше, но 31 выше, чем 30. Соответственно, возможны вот такие варианты цикличных смен. Аномальные объемы данных, да, либо запарсенных, либо те, которые были загружены, то есть бывает, что запускаешь какой-то процесс, и он начинает буквально всю базу там воротить и что-то менять. Понятно, что в такой случае какой-то неправильный был сделан матчинг, то есть у нас входящие записи матчатся со всеми практически существующими, что неправильно. Или наоборот, мы ожидаем, допустим, 150 тысяч каких-то изменений, да, в итоге получили 10. То есть сразу вот такими легкими, скажем так, подсчетами можно понять, что уже где-то есть баги. Присутствие случайных событий. Что имеется в виду? Бывает такое, в практике наблюдалось, что один и тот же ETL-процессор работает иногда немножко по-разному, то есть влияют на него какие-то непонятные факторы, типа день календаря и так далее. Как это все можно проверить? Берется два отдельных окружения, в котором мы делаем одинаковые существующие данные, одинаковые входящие, и один и тот же ETL-процесс запускаем в разное время, я не знаю, при разной фазе Луны и так далее. В идеале у нас после обработки вот этих двух окружениях должно получиться абсолютно идентичная база, да, абсолютно идентичные данные. Если они не одинаковые, то понятное дело, что у нас где-то что-то иногда проскакивает случайным образом. несколько слов о подходах. То есть выделяется такой подход, как точечное тестирование. Что имеется в виду? Это проверка какой-то функциональности, да, конкретно, например, тест-кейса, при самой минимальной, при минимальном наборе информации. Например, не понял. Куда-то пропал слайд. Так, не показано. Да, у нас слайд почему-то пропал с проекта. Так, по поводу случайных событий, ладно. Да, точечное тестирование. То есть выбирается определенный, допустим, минимальный набор данных, с помощью которого проверяется конкретный тест-кейс. То есть если уже даже на нем мы сразу видим ошибку, то на больших данных вообще нет смысла проверять. То есть баг находится сразу и быстро. Для негативных тест-кейсов, да, когда у нас нет необходимых данных, тоже делается просто хотя бы одна какая-то комбинация, которая удовлетворяет тест-кейсу, прогоняется, смотрится. То есть вот этот подход с точечным тестированием и для позитивных, и для негативных тестов. Но для позитивных еще нужно сделать полнообъемное тестирование. Смысл в том, что, то есть, например, в обычных приложениях, да, такого покрытия добиться тяжело, да. То есть мы, как правило, работаем, если это, допустим, система управления с каким-то пользователями и так далее, там выбрали каких-то два пользователя, с ними начинаем какие-то тесты проводить. В случае Тиеля, да, это можно проверить со всеми абсолютно данными, то есть построить определенные запросы, которые в итоге должны нам, допустим, вернуть ноль строк, то есть ноль, скажем так, различий. Если этот запрос нам выполняет определенное, ну, не нулевое количество, да, то где-то мы нашли какие-то особые случаи, да. Почему это происходит? Потому что, когда у нас очень много полей различных, атрибутов участвуют в бизнес-логике, не всегда получается правильно идентифицировать вот эти эквивалентные классы и сказать, что вот этих 350 атрибутов и вот этих 350 атрибутов, да, будут обработаны и в итоге дадут одно и то же. То есть полнообъемное тестирование позволяет более надежно проверить чистоту данных. Еще один подход называется, ну, использование... Да. Можно написать, что написано, негативное тестирование. Да, негативное тестирование, это тестирование, при котором, в принципе, если брать, да, не привязываясь к идеелю, это какое-то поведение или ввод, допустим, который не предполагается в нормальном использовании системы. То есть, например, невалидный имейл и так далее, если регистрация проходит. Позитивно это обычные стандартные данные, которые используются от дня к дню. Да, по поводу индикаторов. То есть иногда надо определить, насколько хорошо у нас входящие данные какие-то, да, допустим, если мы говорим, мы будем с такого-то там дня поставлять определенный новый атрибут. Насколько мы существующие данные покроем этим атрибутом. Возможно, уже этот атрибут есть, но он забивался, например, вручную, а сейчас мы будем каждый день автоматически его обновлять от новых каких-то источников. Соответственно, что можно сделать? Существующие атрибуты, конкретный атрибут, да, грубо говоря, залить такой заливкой, которая вообще не встречается во входящих данных. То есть изменить на такое значение, которого вообще нет во входящих. Соответственно, если мы запустим ETL процесс, потом он все сматчет, проапдейтит там, где нашел данные, да, мы можем очень легко сказать, сколько у нас данных осталось непокрытыми. То есть выбрать вот эти уникальные записи, которые остались, и сказать, ага, вот это там, вот такой-то процент непокрылся. Где это используется, например, если мы хотим определить, какой из алгоритмов матчинга лучше? Вот по такому-то атрибутам или по таким? Или какой нам поставщик данных гарантирует лучшее покрытие? Первый или второй? Вот такими способами можно проверить. То есть также можно использовать это для обнажения каких-то событий, да, если мы знаем, что ETL, допустим, дает нам каких-то 10 атрибутов, мы от них хотим 11 получить, и непонятно мы, то есть он уже отработал или нет, то мы какой-то из существующих тоже заменяем новым каким-то значением уникальным. Соответственно, после ETL смотрим, что это наше значение перезаписалось на другое, значит вся там, грубо говоря, строчка в таблице была обновлена входящими данными. Помимо того, что мы тестируем, да, вот эти покрытия, какие-то тесты точечные, половинообъемные, есть еще подход, касается именно окружения. То есть на этапе разработки, когда закончен development, да, передосов тестирования, это все проверяется, если есть баги, фиксится, вроде пофиксили. Но этого недостаточно. Почему? Потому что одновременно, как правило, работают не один просто ETL процесс, а множество, и они могут каким-то образом влиять друг на друга. Соответственно, могут, например, залочить таблицу или вызвать какой-то перерасход ресурсов и так далее. Поэтому у нас вот принято еще практически целую неделю запускать отдельное окружение, да, отдельный environment, который очень похож на production, в котором работают абсолютно все ETL-процессы, и мы наблюдаем, не влияет ли, например, новый ETL-процесс на существующий, или наоборот, существующие каким-то образом влияют на новый, и произвольно такое смогу уже тестирования, да, то есть какие-то базовые проверки каждый день, насколько новый ETL-процесс работает так же, как и в статическом, скажем так, окружении. Еще есть у нас прелесть, да, в тестировании ETL-процессов, это то, что мы можем выполнять сразу много тест-кейсов. Это нельзя так просто сделать в веб-приложениях или каких-то других. Ну, есть просто негласное правило, если время подготовки данных для какого-то тест-кейса занимает не более чем несколько раз времени выполнения конкретного ETL-процесса, то можно выполнять тест-кейсы один за одним. Но если же у нас, например, подготовить данные для тест-кейса занимает 5 минут, а ETL-процесс занимает 3 часа, то это будет немножко неэффективное тестирование, да, там подготовили, запустили и 3 часа ждем. Соответственно, делается сразу данные, которые удовлетворяют, например, десятки или двадцатки тест-кейсов, запускается ETL-процесс, после этого сразу, ну, то есть, подчередно, понятно, да, но для всех там 20 тест-кейсов проверяются данные. То есть, соответствуют ли они ожидаемому результату. По поводу подготовки данных может показаться очевидным, да, то есть, как готовить данные. Каждый из этих подходов имеет свои недостатки, преимущества, да, например, когда мы говорим о создании данных тестовых своими руками, мы ничем не ограничены, мы это можем сделать всегда заранее, но при этом мы ограничены в объемах. Если нам надо, допустим, для нагрузочного тестирования большой объем, то рукам сдашь. Кроме того, не всегда данные, которые мы создаем, да, настолько хороши, как официальные, например, данные, да, поэтому используется еще поиск подходящих данных и существующих для нужного тест-кейса. То есть, если нам в тест-кейсе написано надо вот такой вот набор данных, вместо того, чтобы его готовить, можно его уже найти. Возможно, он есть существующий, перепроцессить эти данные заново или просто новый какой-то файл загрузить, в котором эти данные есть. Но наиболее, скажем так, удобный и который покрывает большинство всех нужд, это именно модификация данных. То есть, мы существующие данные просто небольшими изменениями подстраиваем так, чтобы они соответствовали нужным вот конкретный тест-кейс. Это и время экономит, и в то же время мы покрываем самое большое количество различных эквивалентных классов, да. По поводу регрессионного тестирования тоже есть интересная такая штука. В ИТЛ-процессе его, в принципе, можно привести, даже не зная требований. Как это делается? Методом сравнения данных. То есть, делается определенный эталон, грубо говоря, это существующий ИТЛ-процесс, после этого в нем вносятся какие-то изменения, да, и он снова прогоняется на одних и тех же данных. После этого сравнивается набор полученных данных до изменения с набором данных после изменения. Если эти наборы одинаковые, значит, у нас ничего не сломалось. По поводу вот этих сравнений, да, то есть в первую очередь надо провести количество сравнений, например, если мы, у нас старый ИТЛ-процесс изменил там 150 тысяч строк, да, или каких-то разных, я не знаю, клиентов и так далее. А после нового поменялось 76, то где-то что-то потерялось. Мы уже точно знаем, что, ну, не работает, да, где-то что-то сломалось. Например, матчинг перестал работать так, как раньше. Если же у нас по количеству уже все совпадает, да, надо перейти к качественному сравнению, то есть сравнивать каждый атрибут с друг с другом из этого снапшота, дабы убедиться, что действительно каждый атрибут одинаков. Если мы говорим о сравнении, то надо делать его, скажем так, циркальным. Что имеется в виду? Если мы представим наши снапшоты в виде какой-то, допустим, ну, в самом простом варианте, да, это просто какая-то таблица со строками. У нас есть эта таблица до, да, датасет какой-то старый и новый, то есть такие замечательные функции в SQL, называются minus-вораклей или accept в Microsoft SQL, которые дают нам из большого набора данных именно разницу. Соответственно, если у нас эта разница будет 0 строк, тогда все хорошо. Если нет, где табак? Но очень важно проводить именно вот эту зеркальную разницу, да, почему? Потому что у нас после нового, скажем так, изменения, количество вот этих строк, да, набор данных может стать либо больше, либо меньше. И тогда, если, допустим, их стало больше, то вот этот запрос нам ничего не выдаст, а этот выдаст. Понятно, что при таком подходе надо правильно выбирать те столбцы, которые сравнивать, да, которые вносить, скажем так, в snapshot, потому что если у нас заносится там, допустим, время изменения записи, то оно гарантированно будет другим, да, то есть мы не можем одновременно с точностью до секунды провести и там, и там запустить, обработать файл и так далее. То есть их мы исключаем. Единственное, в чем минус, да, это если все-таки мы добавляем новую функциональность, то вот эта новая функциональность нам в итоге вылезет в качестве разницы. И тут уже начинается, как бы, процесс, да, идентификации. Вот эта разница, это то, что мы ожидаем, или это что-то неожидаемое? Ну и понятно, вот этот snapshot изначальный с данными надо делать после настоящего регрессионного функционального тестирования, да, по требованию. То есть мы проверили, что все соответствует, и тогда можно уже забыть даже про требования и сравнивать только со snapshot. По производительности. Оно, в принципе, для ETL-процесса куда легче, чем тестирование производительности, например, веб-приложений. Почему? Нет у клиентской части. То есть у ETL-процесса нет пользователей. Пользователи их не запускают, они пользуются результатом просто работы. Соответственно, легче в разработке, да, легче в поддержке, потому что в вебе, если у нас меняется структура каких-то данных в HTTP-запросах, да, надо перезаписывать скрипты заново. Тут данные, как бы, одни и те же можно использовать постоянно. Это легче. Метрики стандартные. То есть, как минимум, два сервера есть. Сервер с базой данных и сервер, на котором запускается, собственно, ETL-процессы. То есть снимаются потребления памяти, процессоры и так далее. Что касается именно производительности самого ETL-а, да, то есть это время обработки какого-то определенного набора записей, да, или отдельных, скажем так, сессий. Есть такое понятие, да, когда у нас, допустим, весь ETL состоит из 10 сессий, первых 5 сессий отрабатывают за 5 минут, потом начинается одна большая сессия на 3 часа, и после этого еще 4 там на 10 минут в сумме. То есть изучаем, да, вот этот bottleneck, знаем, какую конкретно сессию, какую именно подэтап нужно будет в дальнейшем оптимизировать. С точки зрения бизнеса, да, какие к нам требования выставляют касательно ETL-а, это готовность данных к определенному времени. То есть мы как бы ограничены двумя такими часовыми временными метками. Первое – это то, когда мы данные можем получить, как правило, биржи, различные информационные агентства, которые предоставляют информацию, они их готовят там буквально за полчаса до открытия, допустим, торгов. Уже через полчаса трейдерам нужна самая новая свежая информация, да, трейдерам, роботам, чтобы совершать сделки. Соответственно, нам нужно за полчаса уложиться, чтобы скачать файл, его распарсить, обработать и еще передать клиентам. Ну, различными способами. В чем сложности? Первая такая сложность, которая в момент, когда мы вот все пришли на проект, оказалась юнит-теста. То есть в контракте было прописано определенное покрытие, которое команда должна гарантировать для ETL-а. Но когда составлялся контракт, да, и учли, что это не объектный, не объектно ориентированный язык, да, то есть тут так просто юнит-тест не напишет. Не напишешь. Тем более, что считать для, допустим, оракла юнитом? Это процедура или это триггер? А триггер не может работать без таблицы. Соответственно, вот такое очень размытое понятие, да, например, как подготовить данные. Это либо писать отдельный какой-то пакет, да, или какими-то другими средствами уже, там, Java и все, каким-то загружать данные в таблицы, чтобы потом юнит-тесты могли их обработать. Соответственно, если у вас вдруг в будущем потребуют юнит-тесты,